Уважаемые коллеги 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 МП-факультета здесь присутствуют в том числе и студенты этой программы, которая в этом году была открыта кафедрой Александра Григорьевича Валеводца. Мы очень рассчитываем на то, что именно это направление подготовки, совсем не традиционное для МГИМО, будет получать дальнейшее развитие. И проблематика соотношения международного права и внутригосударственного права в регулировании профильных отношений будет предметом и ваших исследований. Для нас любой семинар, в том числе и мини-конференция, круглый стол, который сегодня проводится в МГИМО и участником которого вы являетесь, для нас это не только академическое мероприятие. Для нас это учебное мероприятие, ориентированное прежде всего на студентов. И если профессора Валеводца, его коллег, профессора Сидоренко, который тоже сегодня выступает наряду с Александром Григорьевичем, вы встречаете в аудиториях часто, то другие участники сегодняшнего круглого стола для вас люди в известной мере новые. Вы можете их знать только по публикациям. И для нас очень важно, чтобы у вас была возможность послушать представителей разных правовых школ нашей страны. И российской правовой школы, и советской правовой школы, которые имеют очень глубокие разносторонние традиции. Поэтому я хотел бы от имени Анатолия Васильевича Таркунова, ректора нашего университета, пожелать вам успешной работы, студентам внимания и не стесняться задавать вопросы, потому что такая возможность поучаствовать в дискуссии, задать вопросы ведущим специалистам в этой области предоставляется нечасто. Удачи вам, всего хорошего. И я передаю бразды правления модератору нашего круглого стола Елене Николаевне Спиридоновой, исполняющей обязанности руководителя аппарата Ассоциации юристов России. Удачи вам всем. Геннадий Петрович, спасибо большое за ваше приветственное слово. Хочу еще раз поблагодарить МГИМО за эту прекрасную возможность провести мероприятие, провести его в очном формате, потому что, безусловно, нам всем, нашим уважаемым спикерам, всегда приятнее видеть живые глаза студентов, нежели картинку на экране. И в наше время, конечно, это становятся такие личные мероприятия, становятся уже роскошью, поэтому еще раз большое спасибо, что позволили провести его здесь. Этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Вы знаете, что множество мероприятий планируется приуроченных к годовщине Дня Победы, к годовщине Нюрнбергского процесса. И когда мы готовились к большому международному форуму, который скоро состоится в Музее Победы, я знаю, что многие из вас тоже будут там гостями, обязательно приходите, эти мероприятия будут очень масштабными, очень интересными. Ну так вот, когда мы готовились к нему, мы решили, что необходимо провести подобное мероприятие на ту же тематику, но именно для молодых людей, для студентов. И, безусловно, наш выбор пал на МГИМО, а что же еще, да, где у нас еще самые лучшие правоведы, международники, те самые специалисты, которые тоже пройдет немного времени, будут защищать права нашей страны на международной арене. Я уже вижу, что мы не ошиблись, поскольку, как я сказала, уже нас поддержал ректор, позволил провести здесь мероприятие. И я вижу уже сейчас умные, заинтересованные глаза наших слушателей. Для хорошего мероприятия нужно, я считаю, две составляющих. Это заинтересованная целевая аудитория и интересные спикеры. У нас сегодня присутствует и то, и другое. Поэтому я уверена, что у нас будет и интересно, и полезно для всех. Тут уже было сказано, и я еще раз выражу всеобщее мнение о том, что мы стремились к минимально формализованному формату мероприятия. Поэтому после выступления каждого спикера, и я думаю, они будут только этому рады, если вы будете выступать с какими-то своими репликами и задавать вопросы. Потому что у нас сегодня собрались люди весьма заинтересованные. Для многих из них тематика, которую сегодня мы обсуждаем, последствия Второй мировой войны, Нюрнбергского процесса, это дело всей жизни. Поэтому для них будет только приятно, если они увидят заинтересованность с вашей стороны. И кроме того, наверное, я попросила бы всех еще и отнестись к этому не только как к научному мероприятию, но и немного как к личной истории. Не стоит забывать, что все мы здесь присутствующие, это еще и потомки победителей. И то, что произошло более 70 лет назад, конечно, касается каждого из нас. У нас сегодня должен был выступать Александр Григорьевич Звягинцев. Имя этого человека, конечно, известно всем, кто хотя бы немного прикоснулся к тематике Нюрнбергского процесса. Буквально вчера вечером он сообщил, что, к сожалению, не сможет присутствовать по общеизвестным и распространенным в последнее время причинам. Но что же делать. Тем не менее, у нас очень интересные спикеры сегодня присутствуют. И в первую очередь я хочу предоставить слово Елене Моисеевне Цунаевой. Прошу вас. Это ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественно-гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Доброе утро, дорогие друзья! Я не юрист, я историк, кандидат исторических наук. И в настоящий период своей жизни общественный деятель, ну, скажем так, на освобожденной основе. У меня много всяких разных доверенных мне должностей. Вот назвали и «Бессмертный полк», также сопредседатель Общероссийского народного фронта, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Но самое главное дело моей жизни, самое первое дело моей жизни – это поисковое движение. И я возглавляю общероссийское общественное движение «Поисковое движение России». С 13 лет, ну, то есть большую часть сознательной своей жизни я занимаюсь этой работой. И случилось так, что вот уже сейчас мы вышли на совершенно новую для нас тему, хотя с ней мы сталкивались и раньше. Поисковое движение России – это 82 региональных отделения, 1400 поисковых отрядов, которые работают в 37 бывших боевых территориях Российской Федерации, включая Сахалинскую область. И главная наша уставная цель и задача – это увековечение памяти погибших при защите Отечества. Но случилось так, что периодически, работая по запросам граждан, мы получали и такие запросы, которые звучали так. «Ребята, поработайте, вот здесь расстреляли наших по подозрению в партизанах, жителей села, вот должны их похоронить». Это была нечастая история, но история, которая заставила задуматься. И проект, о котором сегодня мы будем говорить, и та тема, о которой мы сегодня будем говорить, трагедия мирных жителей, пострадавших от рук военных преступников, нацистов, их союзников, она оказалась для нас необычной. Для начала мы поговорили, вернее, началось все с того, что мы поговорили с нашими ребятами-поисковиками. Как вы понимаете, в отличие от обычных молодых людей, у нас в движении и школьники, и студенты, есть даже ассоциации студенческих поисковых отрядов, они больше вовлечены в тему сохранения исторической памяти погибших. Но оказалось, что они, много зная о боевых действиях, о подвигах простых солдат, тех, кто отмечен званием Героя Советского Союза, практически ничего не знают о плане ОСТ, не знают о той политике, которая проводилась в нацистской Германии с союзниками на временно оккупированной территории Советского Союза. Ну, какие-то общие знания в рамках школьной программы. И это заставило нас задуматься о том, что, наверное, есть определенный диссонанс. Мы говорим о подвиге, о защите нашей родной земли, но на самом деле крайне мало говорим о том, собственно, от чего в физическом, юридическом, историческом смысле защитили нас наши победители. То есть от того, что нам готовил захватчик. И когда мы начали в этом разбираться, промониторили соцсети, промониторили публикации, научные, околонаучные, оказалось, что об этом мало вообще помнят и говорят. Хотя есть и День памяти узников фашистских лагерей, и есть какие-то памятники на территории Российской Федерации, но в широком общественном пространстве сознание, вот тема насилия над мирными гражданами, она практически не фигурировала и не фигурирует. Мы промониторили учебники истории, и оказалось, что и там тема оккупации подается крайне по-разному в разных учебниках. Я сама преподавала в школе, преподавала в ВУЗе, и прекрасно понимаю, что учебник, какой бы ни был преподаватель, это та база, на которой ориентируется, в общем-то, обучающийся. Что школьник, что студент. И вот в ряде учебников акцент делается на теме коллаборационизма, и складывается переворот в голове относительно того, что вот были коллаборанты, были вот Красная Армия сражалась с нацистами, были коллаборанты, которые их поддерживали. Ну и как бы все. В другом аспекте, в другом учебнике акцент ставился на партизанском движении, на оккупированных территориях, но общей картины, сформулированной, четкой, с нормальной правовой оценкой в отношении тех преступлений, которые творились на нашей территории, ни один учебник не давал. Безусловно, писали о Нюрнбергском процессе, но в целом, в общем. И эта тема стала для нас одной из важных, одним из наших проектов. Хотя, конечно, проект – это такое модное название, в которое упаковывается система конкретных действий, но, естественно, она ложится на какую-то общую деятельность. А общая деятельность – это сохранение памяти, это воспитание подрастающего поколения в понимании того, что из себя представляет наша Родина, за что мы ее любим, и, собственно говоря, почему мы, граждане этой Родины, должны иметь активную позицию, защищать, и как мы можем противостоять тому, что сейчас наваливается на нашу страну в широком смысле. И здесь, уважаемые друзья, проект «Бессрока давности» оказался необычайно актуальным и своеобразной лакмусовой бумажкой, лакмусом таким, который показал, что наше общество не понимает и даже в какой-то степени не готово. Проект показал незнание основной массы населения о том, что происходило. Проект показал недостаточную степень изученности этой проблемы и проект показал, как много, историки не любят много-мало, что есть в нашей стране, несмотря на все трагедии, победы, горести, огромное количество погибших, люди, которые считают, что, в общем, равная ответственность, что мы сами виноваты, что, в общем-то, чуть ли сталинский режим не заслужил и ничем не лучше, чем нацисты. Я не хочу дискутировать сейчас, хотя, может быть, вы захотите в своих вопросах, на эту тему, и просто несколько слов расскажу вам о том, что же из себя теперь представляет проект без срока давности, который начался еще в декабре 2018 года с моего выступления на Российском организационном комитете победы. Есть у нас такой замечательный комитет, возглавляет его президент нашей страны, я являюсь членом от общественных организаций этого комитета, где впервые я, в общем-то, подняла от имени нашей организации эту тему. И в этом смысле я благодарна нашему президенту и всем членам комитета, которые не просто послушали, не просто ужаснулись тем фактом, которые были приведены, не просто согласились с теми выводами, которые были сделаны, но и поддержали, и дали возможность развиться этому проекту. И в этом смысле вам, как юристам, гражданам нашей страны, должно быть, наверное, интересно, что инициатива общественной организации оказалась востребованной, поддержанной государством, и проект показал, во что может вылиться вот такое общественно-государственное партнерство, если эта тема актуальна, важна, не только для группы граждан, но и для самого государства, для нашего народа. Получается презентацию включить? Или это я должна делать? Ну, хорошо. Как я уже сказала, следующее поручение, следующее рассмотрение темы произошло в 2019 году, это тоже было начало года, и на Российском организационном комитете Победы за подписью нашего президента было даны конкретные поручения уже министерствам и ведомствам, министерству юстиции, министерству иностранных дел, министерству образования, просвещения, посмотреть и разобраться с этими вопросами. Ну, кому интересно, можно будет посмотреть эти документы. Также мы эту тему рассматривали и в начале этого года, в 2020 году, когда стартовал Год памяти и славы. Были эти поручения дополнительно рассмотрены еще и на комиссии Прироки Победы, которую возглавляет Сергей Владимирович Кириенко, где конкретно мы уже рассматривали тему архивных документов. Сейчас, куда нажимать? Ну, вот это те цифры, которые мы им оперируем, хотя историки до сих пор спорят, собственно говоря, какое количество жертв. Но если посмотреть в принципе, то, как мне представляется, 13 миллионов, 1 миллион, 16 миллионов. Это цифры, которые, ну, в любом случае ужасны, потому что это цифры мирных граждан, которые не воевались, не сражались, и за этими цифрами стоят судьбы женщин, стариков, детей разных национальностей, разного возраста, разного вероисповедания, разных политических убеждений и разного здоровья. Как я уже сказала, проект оказался необычайно глубоким и, конечно, без тех партнеров, я их перечислять не буду, вы их видите на презентации, того эффекта, которое и достижение тех задач, которые мы перед собой стали, мы бы, ставили, мы бы достигнуть не смогли. Поскольку я историк и прекрасно понимаю, что такая серьезная тема и такие серьезные разговоры, которые касаются не только жизни наших граждан, но еще и имеют международный аспект, они не могут базироваться просто на наших эмоциях, на наших словах. И в основе любых умозаключений и выводов должны лежать архивные документы. Об этом мне неоднократно говорил и наш президент, что любые ответы на фальсификацию наших действий в годы Второй мировой войны мы должны давать на основе архивных документов. И мое глубокое убеждение, что именно архивные документы, это, ну, опять же, вы как юристы понимаете ценность любого документа, это та основа, на которой мы, в принципе, должны говорить на любые исторические темы. Проект без срока давности уже как проект в рамках большого плана года памяти и славы имеет несколько направлений. Как я уже сказала, в основе его лежат архивные исследовательские направления. Я не случайно об этом говорю так подробно и делаю об этом акцент, потому что за этот год, да и прошлый год, мне приходилось неоднократно отвечать на вопросы журналистов, не только, скажем так, государственных СМИ, но и оппозиционных СМИ, которые всячески образом пытались подловить и увидеть в этом проекте некую политическую конъюнктуру. Ну, пусть это останется на их совести, потому что прежде чем выехать на поисковые работы, прежде чем выйти в общественное пространство, мы инициировали очень большую работу. Эта работа объединила впервые в истории нашей страны и Советского Союза, и Российской Федерации историков, архивистов, общественников, задачей которых стала подготовка беспрецедентного серийного издания без срока давности. Этот проект включает в себя 23 тома, презентация его состоится на мероприятии, о котором упоминал ваш уважаемый проректор и наш модератор на форме, посвященный Нюрнбергскому процессу. Он составлен по географическому принципу, есть федеральные тома, и туда включены архивные документы, которые, по сути, своей, даже без последующих поисковых работ, о которых я тоже упомяну, подтверждают факты геноцида в отношении мирных граждан со стороны оккупантов, нацистов, их союзников. 23 документа – это тематическая научная публикация по всем правилам, с научно-справочным аппаратом, со всеми архивными ссылками. В нем вы увидите как и рассекреченные архивные документы, так и те документы, которые впервые, которые уже были известны. Но само осмысление, которое дано в выступительных исторических статьях, в археографическом предисловии, безусловно, придают особую научную ценность данному изданию. И было бы здорово, если после нашей встречи, после Нюрнберга, кто-то из вас, возможно, захочет написать какое-то исследование, статью, опираясь на этот сборник и на те документы, которые, конечно, еще лежат в массах в наших архивах. И мы просто, ну, в силу невозможности объема не включили в данный сборник. Для того, чтобы сборник, скажем так, зашел, мы предварили его выставкой архивных документов, одна из которых расположена у вас в фойе, вы можете ее посмотреть. Там не так много документов. Это документы, касающиеся Московской области. Во всех 22 регионах, которые участвовали в создании этого сборника, есть свои выставки. И мы, я имею в виду поисковое движение России, подготовим такие же выставки, сборные из разных регионов, и они будут работать на территории всей нашей Российской Федерации. В том числе там, конечно, где самих боевых действий не было. Примеры наших открытий, архивных документов. Как раз то, о чем мы говорили немного. Лично для меня, хотя я историк и именно военный историк, было открытием, что нашими людьми торговали. Я знала, что их угоняли, я знала, что кому-то повезло, в каких-то семьях работали, более-менее выжили, и все получилось. У меня в моем родном городе Герои Волгограде жила такая женщина, которой в 16 лет угнали, и она работала в семье на территории Германии, и, в общем, не сильно жаловалась, может быть, просто не хотела вспоминать, но вот ей повезло, она вернулась, выжила, жила. Но вот что случилось конкретно с этими ребятами, о которых упоминается в данных документах, мы сейчас с вами сказать уже не можем. и самое интересное, что факты, раскрывающие такую торговлю детьми, мы обнаружили и на территории, и вообще людьми угнанными, и на территории в архиве Калининградской области. Хотя вы все знаете прекрасно, что это не было состав нашего государства в период Великой Отечественной, Второй мировой войны, но туда угоняли наших мирных граждан, была целая сеть трудовых и консеркционных лагерей, и именно там тоже проходила такая торговля людьми. Безусловно, торговля людьми, ну, в чистом виде работорговли ее, конечно, не назовешь, это факт геноцида, факт уничтожения категории граждан, принуждения. Я не говорю уже о страницах самого документа ОСТ, как вы знаете, это не единый какой-то документ, это серия документов, объединенная в такой, с таким названием план ОСТ, были конкретные заявления о том, что, что должно было происходить с нашими мирными гражданами. И вот то, что конкретно уже происходило во время боевых действий, когда еще война не закончилась, а план ОСТ, он касался того, что будет после войны, после того, как нацисты победят, говорит о том, что план точно собирались выполнять. Фактов геноцида за время реализации проекта было достаточно много, но мы прекрасно понимали, что архивные документы это одна история, по каким-то состоялись судебные процессы, но недостаточно много. Как мы узнали, в архивах лежат еще и нереализованные дела, в силу разных причин незакончившие, не были доведенные до суда, либо обвиняемые скрылись с территории нашей страны, либо незаконченная доказательная база не окончательно собрана. Поэтому, прежде чем говорить о чем-либо, о фактах геноцида и вообще передавать какие-либо документы в суд, и вообще мы, ну сразу скажу, журналисты задавали этот вопрос, а вы что, планировали прям суд и хотели геноцид, когда проект начинали? Конечно нет, мы не знали, что у нас получится. Мы хотели рассекретить документы, мы хотели провести обследование местности, а местности обследования мы хотели провести, потому что некоторые документы подтвердились в ходе поисковых работ и уже что получилось, это получилось в результате совместных действий тех партнеров, о которых я говорила и которые были представлены на слайде. Я вернусь немного назад. Поисковое направление это еще одно направление, которое реализовывали непосредственно члены нашей организации. И заключалось оно в том, что на основе архивных документов мы работали на местах массовой гибели, массовых захоронений мирных граждан. Хочу сразу сказать, что работа эта непростая и не везде она закончена успешно, потому что архивный документ не имеет привязки геоинформационной, рельеф местности изменился. Некоторые концлагеря и места расстрельные находятся сейчас на территории уже застроенной, как, например, Краснодарский край, где мы работали в городе Ейске. Об этом я еще скажу, что за место. Обнаружить очень сложно. Но начали мы поисковые работы, потому что во время вахты памяти в Новгородской области есть у нас такая организация, поисковая экспедиция «Долина», работая на местах боев, натолкнулись на гражданских. И вот именно эти раскопки показали нам, что подтверждение архивным документам точно есть, и что здесь нужно подключать не просто наше поисковое сообщество, а должен работать Следственный комитет и должна проводиться суд-медэкспертиза. Вот некоторые итоги. Вы видите цитату, которая в официальном акте судмедэкспертов. Вы видите цифры, которые были результатом поисковых работ. Работы проводились и в 2019, и в 2020 году. поисковики, конечно, всю свою жизнь работают с останками. Ну, всю жизнь, как я, например, которая долго этим занимается. Но когда ты видишь в раскопе деток, останки детей, ну, поверьте, даже вот тот барьер, который мы себе внутренне ставим, когда работаем, то, что, конечно, невозможно постоянно соприкасаться с трагедией, и, ну, как-то мы психологически защищаемся, вот эти все барьеры, они практически рушатся. Особенно ужасно было видеть, что некоторые дети просто забиты были прикладами. Особенно ужасно было видеть некоторых, ну, мы обладаем определенными антропологическими знаниями, и даже без субметэкспертизы такой серьезной можем определить примерно, от чего погиб человек, в зависимости от сохранения останков, которые мы находим, вот некоторые дети были вообще без видимых причин. Может быть, их закопали живыми. И останки детей были найдены не только в этом захоронении. Город Ейск еще одно проявление геноцида, уничтожение не по национальному признаку, а уничтожение просто группы людей, потому что они больные. Дети из Симферопольского детского дома. Их увезли от войны, но они попали снова в войну. Детки были нездоровые, у них были разные заболевания, были они разного возраста, инвалиды, ну, кто-то посильнее здоровьем, были они разные национальности. Мы видели архивные документы, смотрели, там были русские, украинцы, евреи и даже немцы. Все они были убиты. суд состоялся, но не все преступники осужден, которые виновны в этой трагедии, были, собственно говоря, преданы суду. Поскольку доказательная база, собранная следователями сразу по горячим следам в 40-х годах, оказалась достаточной для продолжения и возбуждения уголовного дела, это уголовное дело было возбуждено. Волгоградская область, еще один регион, где тоже у нас получилось поработать, ну, уже сегодня говорили о том, что есть причины, которые помешали планам и сегодняшнего семинара, встречи и в целом, поэтому не везде мы смогли. Волгоградская область, где удалось поработать. Моя родина, я знала, конечно, что там были концлагеря, уже рассказывала о том, что знала про угон мирных граждан, видела документы чрезвычайной государственной комиссии, но вот конкретно раскопанных граждан расстрелянных, убитых видеть не приходилось. Дети и подростки снова. Я не знаю, почему нацистам и их союзникам пришлось воевать, почему они так боялись, им пришлось расстреливать именно детей и женщин, больных, старых, чего они так боялись. Но факт не только в документе, но и вещественный факт этой страшной трагедии мы увидели, проведя эти поисковые работы. Петрозаводск, финны. Занимаясь военной историей, читая разные материалы, я видела, слышала о том, что финны не такие, как нацисты, как немцы, не было таких зверств, не так они относились к нашим гражданам, но оказалось очередной миф. Потому что только на территории самого Петрозаводска находилось около десяти таких лагерей нельзя сказать, потому что это была территория, куда выселили группа населения, жители самого Петрозаводска и ближайших районов. И эти жители должны были трудиться. жили они в нечеловеческих условиях, не получая никакой медицинской помощи, подвергаясь телесным наказаниям достаточно жестоким и, конечно, как результат массовая смертность. Мы не смогли провести поисковые работы, потому что огромные ямы погибших в этих так называемых резервациях, гетто, как угодно можно назвать, оказались на территории современного кладбища и после войны туда подхоранивали погибших, умерших сразу после войны. Некоторые родственники, которые знали, что здесь захоронены их близкие, просто поставили памятник на этих ямах. Но разведка показала, что ямы эти есть и они полностью наполнены останками. Методика есть, мы ей обладаем, поэтому даже такой поверхностный зондаш в тех местах, где это возможно, подтвердил архивные документы. Псковская область тоже регион, где удалось поработать. Проводились работы до совсем недавнего времени. Вновь подтверждаются факты. Могильники не такие большие, то место, которое удалось обследовать, 20-30 человек. Но одно из мест поражает своей циничностью, потому что останков мы там просто не обнаружили, а обнаружили следы того, что людей сожгли. Я не буду говорить подробности, как это идентифицируется, но поверьте, все подтверждено. Первым таким результатом работы архивистов, историков, поисковиков Следственного комитета стало возбуждение уголовного дела по статье 357 Геноцид Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы здесь видите список тех территорий, где уже были возбуждены уголовные дела. Но если вы немножечко следите за новостями, вдруг посмотрели перед этой встречей новости, вы знаете, что 27 октября состоялся суд, вернее вынесение приговора по возбужденному уголовному делу по факту преступления в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области и суд признал факт геноцида в отношении народов Советского Союза конкретно о том месте, о котором я сейчас рассказывала. опять же журналисты задавали вопросы а почему сейчас и что дает этот факт геноцида ну вот признали опять же можно поставить свою систему координат и дать оценку да вот это уже не надо да вот уже об этом говорили да сложно будет это довести до мировой общественности международный суд не состоится до статьи о геноциде появилась позже не во время войны не во время нюрнбергского процесса но мое глубокое убеждение что правовая оценка независимо от срока давности действиям оккупантов на нашей земле должна была быть дана и она дана понятно что будет продолжение понятно что не просто юристам не просто собирать свидетельства понятно что нет конкретно на скамье подсудимых обвиняемых те кто мог выступить и сами собственно говоря погибли но суд состоялся и это уже свершившийся факт геноцид был и не только евреев и не по политическому признаку коммунистов а без признаков без полового без этнического без возрастного просто потому что это были гражданы Советского Союза и может быть мы не стали бы об этом говорить в нашей общественной организации если бы не увидели те тревожные симптомы забвения этой темы если бы не увидели тревожные симптомы того что наши ребята тоже начали как-то рассуждать о том что ну сражались две армии два тоталитарных режима ну и что ну вот победили наши хорошо победили наша родина мы рады что наша родина победила не было знака равенства и может быть мы не стали об этом говорить если бы не стали маршем проходить потомки тех самых латвийских нацистов которые собственно говоря под руководством немецкого полковника совершали преступления в районе деревни жестяная горка значит настало время не молчать настало время вернуться настало время заявить о своей позиции я не знаю как вы относитесь к теме войны ну я уже сказала что достаточно давно в этой теме занимаюсь родилась в городе Волгограде где вся территория города в течение нескольких месяцев была арены боев и когда тебе во двор привозят песок ты там вполне можешь обнаружить стреляные гильзы времен войны ну с карьера когда прокладывают сети как это было в соседнем квартале от моего дома и находят огромную яму куда снесли порядка 800 человек когда убирали территорию чтобы не было заражения убирали нацисты потому что бой продолжался несколько месяцев в течение города конечно я по-другому воспринимаю эту тему и для меня было глубоким оскорблением и всегда являются глубоким оскорблением любые измышления на тему того что нацисты были не такие а вот наши были другие и когда в этом году мне пришлось модерировать онлайн шествие бессмертный полк слышали наверное об этой истории может быть тоже читали что была так называемая вторая модерация когда мы натолкнулись на размещение портретов в шествии и эта модерация была очень сложная потому что приходилось мы привлекли реконструкторов историков поисковиков потому что наши враги а по-другому я их назвать не могу размещали в этом шествии всячески камуфлируя фотографии нацистов коллаборационистов там оказался например командир дивизии 36 дивизии СС которая как раз командовала сожжением деревни Хатынь и другими карательными операциями на территории Белоруссии хулиганами таких людей назвать нельзя это нацисты это враги которые плюнули ну лично я себя чувствовала оплеванной и честно скажу когда вот ты по интернету это что-то делаешь вот просто настолько это физически даже было неприятно потому что ты не можешь ответить этому человеку он же скрылся он же спрятался понятно что там не аватарки ничего такого нет либо какой-нибудь там каркозябр на этой аватарке и вот это физическое неприятие вот это негодование которое родилось весной этого года когда занималась я этой работой и мои коллеги которые помогали это делать оно еще больше убедило меня в правильности нужности этого проекта который конечно в этом году не закончится хотя год памяти и славы заканчивается и флагманский проект года памяти и славы называется наш проект без срока давности конечно мы будем продолжать мы будем продолжать потому что есть еще другая работа просветительская и в этом смысле мы очень рассчитываем на вас потому что нужно эту просветительскую работу ввести с правильной аргументацией на вас на юристов я имею ввиду и молодых ребят с правильной аргументацией выходить нужно в самые разные аудитории к самому разному возрасту и мы стараемся готовимся вместе с министерством просвещения с министерством образования и конечно уверена что успех будет потому что очень много людей организаций и это не фигура речи восприняли этот проект как свою личную задачу как свой личный долг прошу прощения что я так долго говорила но модератор меня не останавливал поэтому извините если злоупотребила вашим вниманием если есть вопросы готовы ответить либо тогда после того как следующий выступающий выступит спасибо хочу сказать спасибо Елене Моисеевне не только как интересному спикеру который конечно затронул все наши чувства даже трудно теперь прийти в эмоциональный баланс я старалась не смотреть на экран чтобы не видеть конечно эти фотографии изможденных детей потому что для любой матери именно вид этих страдающих детей просто совершенно невыносим хочу сказать спасибо вам как представители поискового движения например моей семье спустя более 40 лет после пропажи прадеда в начале 42 года вы вернули его имя мы знаем его место захоронения в 83 году связались с нашими с родителями с моими поисковики из Смоленска и сказали что они обнаружили его поэтому конечно эти люди делают очень важное дело это настоящие энтузиасты спасибо тема геноцида именно мирного населения она наверное самая болезненная потому что мы привыкли воспринимать войну как сражение с обеих сторон вооруженных мужчин с оружием солдат которые в общем должны воевать выполнять свой воинский долг но конечно когда мы понимаем что из около 27 миллионов потерь Советского Союза около 9 миллионов это боевые потери а все остальные это потери среди мирного населения вот это именно то почему мы конечно не можем забыть эти дела давно минувших дней и еще у нас у одного спикера Владимир Леонидович Рашиповалов также заявлена тема о сохранении исторической памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войне пожалуйста я хочу предоставить вам слово Владимир Леонидович большое спасибо уважаемые Елена Николаевна уважаемые коллеги уважаемые наши студенты ну вот у нас начинается юридическая конференция с историков ну так вот получилось я тоже так же как Елена Моисеевна не юрист я историк я представляю Московский педагогический государственный университет и ассоциацию развития педагогических университетов и институтов и мы вместе с министерством просвещения то есть тем министерством которое является нашим так сказать ведомством главным мы так же активно подключились к тому проекту который был создан организован Еленой Моисеевной и коллегами более 75 лет назад Советский Союз завершил самую страшную в истории человечества войну водрузив знамя победы над Рейстагом несмотря на продолжающиеся и постоянно усиливающиеся попытки переписывания истории с целью умоления роли советского народа в победе над фашизмом непреложным фактом является ведущая роль СССР в разгроме вермахта и уничтожении нацистского государства Елена Моисеевна показала цифры которые вы можете увидеть на сайте без срока давности если сейчас его откроете ну общеизвестная цифра которая сейчас является консенсусной в отношении всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 26,6 миллиона человек подчеркиваю это консенсусная цифра которая конечно подвергается разнообразным нападком с разных сторон иногда можно встретить цифру 40 миллионов она не соответствует действительности это фальсификация данных но мы отталкиваемся от той цифры которая может быть будет уточняться но на сегодняшний день является признанной историческим сообществом России и других стран так вот из 26,6 миллионов потерь действительно только относительно небольшая часть это военные потери относительно небольшая часть что это означает это означает что в отличие от других стран ну например Франции которая тоже была захвачена большая часть территории которая была захвачена которая капитулировала перед фашистами в отличие от Франции например в которой да были потери среди мирных жителей но при этом парижане ходили по улицам ели круассаны в своих кафе и в общем-то при этом не очень сильно страдали потому что не было такой политики явно направленной в отношении французского населения как это было в отношении советского населения мы можем вспомнить гигантские потери первой мировой войны разных стран и Германии и Франции и Российской империи гигантские потери потери военные в первой мировой войне у некоторых стран например у той же самой Франции существенно больше чем во второй мировой войне но там не было и близко таких потерь среди мирных жителей ни в одной из этих стран поэтому к вопросу о том почему мы поднимаем сегодня эту тему один из достаточно важных аргументов состоит в том что это действительно было беспрецедентное в истории мировых войн в истории войн в целом беспрецедентное событие ну пожалуй можно сравнить с Китаем Китай тоже потерял огромное количество мирных жителей нанкинская резня это в общем-то всем известное событие ну вот я честно говоря не знаю что можно еще сравнить с теми потерями мирных жителей которые понес Советский Союз еще раз возвращаясь к сайту проекта бессрока давности к тому слайду замечательной презентации которую Елена Моисеевна показывала 84,4 миллиона советских граждан были на оккупированной территории огромное количество большая территория из них почти каждый шестой погиб почти каждый шестой погиб давайте вдумаемся в эти цифры это гибель в результате расстрелов пыток издевательств условий жизни голода это гибель в результате военных действий это гибель в результате тех условий жизни которые были невозможны сколько детей не родилось в результате этого но дело даже не в том что существовала оккупированная территория существовал блокадный Ленинград и прифронтовые территории прифронтовая территория которое подвергалось бомбежкам со стороны фашистской армии, это не только Москва, это, например, Горький, Нижний Новгород. Это тоже, в общем-то, прифронтовая территория, хотя до линии фронта было достаточно далеко, но там тоже гибли мирные советские граждане. И в тылу были жертвы, которые, конечно, были вызваны, далеко в тылу были жертвы, которые, конечно, были вызваны этой войной и тем нападением, которое фашистская Германия совершила в отношении Советского Союза. И сейчас мы обсуждаем тот правовой случай, который произошел, правовое решение, которое случилось совсем недавно, неделю назад, 27 октября 2020 года. Советский районный суд Новгородской области принял решение о факте геноцида в отношении советского населения, в отношении советских граждан в 1942 году на территории населенного пункта Жестяная Горка. Вот, собственно, это событие является для нас очень важной рэперной точкой. В Российской Федерации, конечно, нет прецедентного права, но мы с полным основанием можем вести речь о том, что это очень важный юридический прецедент, который будет иметь чрезвычайно далеко идущие последствия и уже имеет сейчас такие последствия в разных сферах. Не только в сфере международного права, в сфере юриспруденции в целом, но и в сфере изучения истории в образовательном процессе, в политическом процессе, потому что сразу же после решения Советского районного суда последовала активная кампания, активная дискуссия, причем далеко не все участники этой дискуссии, в том числе и далеко не все известные российские граждане и люди, которые называют себя правозащитниками, поддержали это решение. Вообще удивительно, что люди, которые себя именуют правозащитниками, заявляют, что не было геноцида. Это для меня совершенно непонятная история, и возникает вопрос, чьи права и какие права защищают люди, которые именуют себя правозащитниками, и при этом утверждают, что убийство мирных жителей, в том числе детей, это не факт геноцида, а это что-то другое, то, что не имеет отношения, и вообще об этом не нужно сейчас говорить, потому что это событие давно минувших дней. Уважаемые друзья, я думаю, что нужно говорить, и в отношении того, необходимо и целесообразно ли это делать или нет, давайте посмотрим на, собственно, тот исторический ряд событий, которые имели место в прошлом, в недалеком прошлом, и имеют место в настоящей, в реальной политике. Действительно, было решение в 1947 году в отношении, был суд в Советском Союзе в отношении группы нацистов и коллаборационистов, которые участвовали в расстрелах в жестяной горке. был осужден генерал Керцег, который, ну, собственно, был инициатором данных расстрелов, не применялся в этом процессе термин геноцид, поскольку он еще и не применялся в рамках, не имел широкого хождения в рамках международной правовой практики. Это было признано военными преступлениями, преступлениями против человечности. В 1947 году практически все участники расстрелов не пострадали. Те, кто совершал эти акты злодеяний в силу разных причин, не понесли своего наказания. Кто участвовал в этих расстрелах? Помимо небольшой группы немецких офицеров, это в основном были коллаборационисты. В основном латвийцы участвовали в этих процессах. Многие в этих расстрелах спокойно доживали свой век и в Германии, и за океаном. Сейчас нет данных о том, что кто-то из участников расстрелов жив, хотя нет данных окончательных о том, что все они мертвы на сегодняшний день. Но факт остается фактом, несмотря на то, что, казалось бы, у Советского Союза были все основания для привлечения к ответственности и этой группы коллаборационистов, и других нацистов, и их пособников, которые участвовали в подобных акциях в других частях Советского Союза. Тем не менее, правосудие в данном случае оказалось недостаточно карательным, недостаточно убедительным. В 1948 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи, которая устанавливала конвенцию, учреждала конвенцию о предупреждении преступлений, геноцида и наказания за него. На следующий год после того процесса, который был по фактам убийств мирных жителей в Жестяной горке. Хотя еще до этого, в 1946, например, был создан, мне кажется, был создан первый прецедент, но я думаю, что для вас это будет более интересной исследовательской задачей найти прецедент. Первый прецедент в Польше была осуждена группа немецких офицеров, и в этом процессе, в 1946 году, впервые в судебной практике был употреблен термин «геноцид». Соответственно, таким образом и в 1947 уже имелась международная практика, но в виде единичных случаев. Таким образом, то, что сейчас, благодаря поисковому движению, удалось, во-первых, найти новое захоронение, помимо тех, которые были известны в 1947 году, и инициировать процесс рассмотрения фактов геноцида, и результатом этого стало подключение Следственного комитета, и квалификация дела, передача ее в суд, и вот это прецедентное решение Советского районного суда, это, как мне кажется, имеет очень большое значение, даже не столько юридическое, сколько символическое, поскольку это первое подобного рода решение в нашей истории, в истории нашего правосудия. И я думаю, что за этим решением последует целый ряд, должен последовать, во всяком случае, целый ряд подобных же решений в отношении, например, тех фашистов и коллаборационистов, которые расстреляли детей в Ейске, потому что это вопиющий случай, и во многих других местах. Теперь, что касается аргументов, зачем это нужно сейчас, зачем ворошить прошлое, историческое прошлое, не дай бог наступим на чью-то мозоль, и это будет очень обидно тем, на кого мы наступили ненароком. Я хочу сказать, что, во-первых, это нужно для создания объективной исторической картины прошлого. Вообще, о прошлом нужно всегда знать правду, вне зависимости от того, сколько времени прошло после этого факта. И эта задача сама по себе является очень важной, достижение исторической правды. Но также есть и достаточно большой и серьезный геополитический контекст. Он состоит в том, что на протяжении всего послевоенного периода, и в том числе и особенно на протяжении последних нескольких десятилетий, и особенно на протяжении последнего года, пожалуй, начиная с августа 2019 по май 2020, почему август, потому что пакт Молотова-Риббентропа, там вспоминают начало Второй мировой войны. Вот особенно в этот период достаточно активно раскручивается маховик фальсификации истории, в котором есть несколько таких ярко выраженных сюжетов. Один из них – преувеличение количества жертв среди советских солдат. Да, жертвы были большие, может быть, даже не 26,6, а 40, 50, 100 миллионов, неизвестно, сколько Советский Союз потерял. Но это все солдаты в основном, потому что Советский Союз не умел воевать, потому что Жуков, как известно, был мясник, и потому что были заградотряды, и советские солдаты посылались на убой с одной винтовкой на троих. И поэтому, ну что смотреть на эти жертвы, раз вы не умеете воевать. На самом деле, если мы посмотрим на жертвы военные, то, в общем-то, они сопоставимы с немецкими. И здесь, конечно, ни о каком кратном превышении речь не может идти. Вторая составляющая – это преуменьшение жертв среди мирных жителей и умоление преступлений нацистов и их пособников и очеловечивание, гуманизация фашистов. Есть целый ряд фильмов, в том числе и российских, в которых мы видим, что да, вы знаете, они тоже люди, они страдали. Вот эти солдаты вермахта, ну их же призвали, они убивали советских людей, ну вот потому что их призвали на фронт. Вот такая история случилась. Масса публикаций, которые показывают, что эти люди совсем не хотели убивать, не нужно их очень сильно винить, и вообще нужно забыть об этой истории. Следующий момент – это то, что жертва среди мирных жителей, в этом виновен Сталин и Советский Союз, а не Гитлер, потому что допустил военные ошибки, потому что допустил блокаду Ленинграда и не хотел его сдавать, а нужно было сдать Ленинград, тогда бы и не было таких жертв. Как известно, разные цифры от 900 тысяч до полутора миллиона, я встречал цифры погибших в блокадном Ленинграде, это в основном, естественно, мирные жители, а не солдаты. Ну и, наконец, идея бесчеловечности самих советских солдат. Здесь обычный штамп пропагандистский – это миллионы изнасилованных немок и мародерство, и масса убийств мирных жителей со стороны Советской Армии, которая освобождала, на самом деле, оккупировала, как они считают, Восточную Европу. Все это известные пропагандистские клише, которые были запущены еще Геббельсом и прошли достаточно большую эволюцию, использовались в период Холодной войны активно, и сейчас получают новое второе рождение. Ну и, наконец, самое последнее в этой связи, господа, не случайно я упомянул латвийских коллаборантов в этой истории, потому что для очень многих политических сил и даже целых государств в Европе сейчас очень важно раскручивать вот все эти темы, связанные с фальсификацией, почему? Очень просто, потому что все они сражались на стороне фашистской Германии. Даже нейтральная Испания прислала под Ленинград голубую дивизию, как известно, хотя Испания формально в военных действиях против Советского Союза участия не принимала. Десятки европейских стран и народов, французы, естественно, в большом количестве, десятки европейских стран и народов участвовали физически в войне против Советского Союза и виновны в убийстве советских людей. В том числе уже Елена Моисеевна приводила замечательный пример о Финляндии, как яркий пример, потому что там проходил просто-напросто геноцид по этническому признаку в отношении не финского, не карельского населения, как правило, в отношении русских, украинцев, евреев, белорусов, тех, кто жил в Карелии. Но это отдельная история, история Финляндии, не финского геноцида. Я думаю, что она отдельно также будет рассмотрена. И вот в этой связи, то, что для многих стран и народов сейчас открывается, как они считают, окно возможностей для самооправдания, и это не немецкий народ, это другие народы, которые не только немецкие и не столько немецкие, которые вместе с фашистами сражались против Советского Союза, убивали советских мирных жителей, мирных людей. Вот это очень важно, при этом необходимо понимать, то, что для многих политиков эта тема является базовой, ключевой. Для многих политиков, правящих в ряде стран, бывших советских республик, оправдание лесных братьев, Вафин-СС, дивизии СС Галичина, это основа, концептуальная основа их идеологии и ценностных позиций, потому что именно на этом основана государственная идеология этих стран. Причем это удивительно, потому что огромное количество латвийцев, эстонцев, литовцев прославились в рамках Советского Союза и Российской империи. Это известные музыканты, деятели культуры, писатели, государственные деятели, политики, военачальники. Тем не менее, почему-то о них забывают. Забывают о том, что та же Латвия как минимум 300 лет вместе с Россией в рамках единой страны живет. Не оккупация 40 лет с 1939-го или 1945-го по 1991-й, а 300 лет вместе. Вот у Солженицына была книга немножко иная, 300 лет вместе. Вот 300 лет вместе мы живем в рамках единого политического пространства, как минимум 300 лет. Но это забывается, это вот какие-то такие вот издержки неисторического процесса, которые нужно похоронить. А важно то, что Советский Союз оккупировал нашу страну. И именно отсюда начинаются, ведь начинаются не просто слова, начинаются действия. Советские ветераны попадают за решетку, принимаются решения о том, что геноцид, оказывается, совершали не в отношении советских граждан, а советские граждане в отношении лесных братьев. То есть мы видим, что история перевертывается, переворачивается с ног на голову и возникает совершенно другая картинка. Окно Вертона, я думаю, что известное вам выражение, наверное, можно охарактеризовать это именно так, когда некое действие сначала оправдывается, а потом возводится на пьедестал и заявляется, вот именно это является истиной. Сначала оправдывают лесных братьев, они же боролись против советской оккупации, а потом заявляют, что именно они являются героями, а те, кто боролись против них, являются предателями, военными преступниками, совершавшими акты геноцида. Поэтому я думаю, что та тема, которую мы сейчас поднимаем, она чрезвычайно важна, и, конечно, то, что этот процесс состоялся, очень важно для нас всех. И в заключении хочу сказать, что в рамках Ассоциации развития педагогических университетов и институтов мы достаточно большую начали работу по осмыслению данных фактов и включению их в образовательный процесс, в историческое образование прежде всего. И нам здесь не обойтись без юристов. Я вот смотрю на Дениса Владимировича и предлагаю кооперацию и сотрудничество, потому что то, что мы сможем включить и написать в учебниках для школьников, для студентов, конечно, требует очень четкой юридической оценки. Спасибо. Елена Николаевна, можно маленькую реплику? Я не могу, уважаемые коллеги, удержаться. Вот блестящее выступление Владимира Леонидовича. И вот о тех факторах, которые предопределяют сегодняшнюю деятельность, я бы хотел привести просто один исторический факт. Недавние истории. Вот сейчас, благодаря усилиям общественности, научной общественности, поисковиков, историков, эта тема зазвучала зримо и актуально. И вот мне сначала покоробило, а потом, когда я услышал, в общем-то по-другому, когда Владимир Николаевич сказал, ну вот на юридической конференции опять занимает место историки. Вот к сведению всех присутствующих, в том числе, может, вам будет интересно, если интересно, у меня даже сохранились копии некоторые документы, но, правда, в электронном виде, в 1992 году, внимание, коллеги, 28 лет тому назад ряд прибалтийских государств, в частности, Латвия и Литва, приняли свои национальные законы о геноциде. Внимание! Именно в этих законах впервые прозвучало геноцид не по тем признакам, которые есть в международных договорах, а прямо геноцид народов в Латвии, там, Литвы и прочее. Но это ладно, пусть бы они приняли этот закон. Так вот, на передовом рубеже борьбы вот с этим злом, вот с таким восприятием, которое закладывалось тогда еще, оказались не историки, а юристы. Факты. Сразу же Латвия и Литва стали обращаться в Российскую Федерацию с запросами о правовой помощи, о поднятии архивных документов, как раз в отношении пограничных служб и спецслужб, которые гоняли, в кавычках, тех самых лесных братьев. И учитывая, вы помните, обстановку начала 90-х годов, разошлось государство, но все мы братья, любовь большая навек с Европой, и так далее. И нашлись люди, которые готовы были оказать помощь, ссылаясь на то, что да, вот есть договоры двухсторонние, и все. До тех пор, пока действительно группа военных юристов, внимательно, поскольку к ним поступили эти ходатайства, остановила это движение и вошло в существо. Они к нам обратились за помощью по фактам геноцида, который геноцидом никогда не мог не являться, даже по юридическому определению. И вот именно тогда, в 92-м году, несмотря причем на неприятие ряда крупных политических фигур, мы стали заявлять отказы Генеральной прокуратуре обоих республик в правовой помощи, именно со ссылкой на то, что не было никакого геноцида, что вы неправильно трактуете, уважаемые, и полностью противоречит нашей правовой традиции, нашей семье. Я вам могу сказать, что примерно 5-6 лет Главной военной прокуратуре, Генеральной прокуратуре в единственном числе приходилось отбиваться от этого, потому что ведение других ведомств было, ну слушайте, ну события исторические прошли, ну пусть там все узнают, чего. До тех пор, пока не вылилось вот в это великое дело Кононова, когда ветерана войны, нашего партизана, обвинили в военном преступлении и подтвердили это обвинение на уровне Большой палаты Европейского суда по промышлению. Вот тогда, спустя 10 с лишним лет, до всех дошло, что мы действовали правильно. Это реальный исторический факт, и то, что сейчас поднимается эта тема, это безусловно важно. Я прошу прощения за вмешательство. Очень правильное замечание. Говорю, мы здесь и собрались для того, чтобы вот подобному противостоять, да, и начали у нас действительно историки, но я считаю, что это тоже совершенно не лишнее, потому что все факты нужно оценивать, исходя из своего исторического контекста. Но тем фактам, которые были изложены, вот этим ужасающим вещам, которые были изложены нашими историками, поисковиками, мы должны дать уже правовую оценку, поэтому я хочу позвать нашего следующего спикера на сцену. Всем присутствующим здесь студентам, наверное, можно не представлять, поскольку прекрасно известно. Элина Леонидовна Сидоренко, прошу вас, профессор МГИМО, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса и киминалистики. Ей не учуждая тема Нюрнбергского процесса, я думаю, что она нам сейчас об этом расскажет. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Елена Николаевна, за предоставленное слово. Коллеги, мы с вами со многими здесь знакомы, с большинством, и еще раз рада вас вновь увидеть живьем. Мне очень сложно после таких серьезных, важных, фундаментальных выступлений, исторических, наверное, коснуться вопросов, немного, наверное, как раз-таки направленных не в ретроспективу, а на будущее. Поскольку сегодня мы говорим о геноциде, мне кажется, принципиально важно сейчас для нас, для юристов, определить те важные, скажем, уроки прошлого, которые нам были даны в рамках Нюнбергского трибунала и трибунала по бывшей Югославии и по Руанде, и понимать, что мы можем увидеть в будущем развития международного уголовного права. Сегодня Геннадий Петрович, открывая мероприятие, я сказал, что есть позиция, что нет будущего международного уголовного права. И, коллеги, мы с вами здесь на площадке МГИМО в рамках курса международного уголовного права вынуждены постоянно говорить о том, что, наверное, сейчас только-только начинает зарождаться сам подход к международному уголовному праву, он формируется, и он может быть правильно сформулирован только на основе базовых рэперных позиций. Этими рэперными позициями сегодня можно обозначить, наверное, геноцид, преступления против человечности и военные преступления, которые так или иначе определяют или являются теми самыми столбами, вокруг которых выстраивается современный, новый, может быть, даже грубо будет сказано, но выстраивается совершенно новая юридическая инфраструктура, позволяющая сегодня международному сообществу реализовывать те самые ключевые цели, которые фактически были перед ним поставлены. Сегодня много говорили о том, сколько сегодня жертв геноцида, и мы, в принципе, сошлись во мнении, что цифру эту почитать нельзя, можно только сказать, что это действительно ужасающий урок прошлого. Но, тем не менее, в некоторых юридических источниках, а юристы, вы знаете, народ очень сухой, это не историки, это немного другая специфика, мы любим считать, мы любим считать людей, которые явились жертвами деяний, по сути, которые облеклись в какую-то юридическую форму преступления. Так вот, по разным подсчетам, жертв геноцида, начиная с геноцида поляков 1939 года и до настоящего времени, насчитывается, по юридическим же опять оценкам, от 12 миллионов, по самым оптимистичным, и до 20-22 миллионов, по самым пессимистичным. Это мы говорим о людях, которые фактически реально стали жертвами преступления, именно геноцида и преступлений против человечности, но сегодня, к сожалению, увы и ах, мы не можем четко разделить, где заканчивается одно и начинается другое. И вот прежде чем перейти, собственно, к своему такому небольшому выступлению, где я больше, наверное, не хочу ответить на вопросы, а больше их поставить, я, наверное, согласно мы поговорили с Елена Николаевна, я хотела бы с вами поделиться впечатлениями пятилетней давности. Пять лет назад мне посчастливилось быть, ну, посчастливилось, наверное, все-таки я бы закавычила, мне удалось побывать на 70-летие Нюнбергского трибунала в самом Нюнберге. И мы были там с хорошей компанией, мы были с чемпионом по шахматам, господином Анатолием Карповым, и мы присутствовали там не как представители Российской Федерации. Российская Федерация официально не была приглашена на празднование 70-летия Нюнбергского процесса. Вот у меня, я это говорю, эту фразу, у меня на самом деле кожа покрывается, покрывается, ну, скажем так, морозом, потому что на самом деле я не понимаю, как может такое случиться. Много говорили о геноциде, много говорили о захвате Российской Федерации Крыма, как о новом факте геноцида. Много говорили такого, что заставляет задуматься о том, что Нюнберг сегодня пересматривается международным сообществом не в том ракурсе, в котором он должен быть пересмотрен историками-юристами. Много говорили и не только о Крыме, говорили и о Донбассе, говорили американские специалисты, американские судьи, которые сегодня являются судьями МУС, Международного уголовного суда, который, как вы знаете, членами которого сами в США не являются, но большинство судей в этом уголовном суде являются гражданами США. И когда после этого, ну, совершенно, все это мероприятие шло на английском языке, это был основной язык конференции в Нюнберге, что тоже давало основания задуматься о многих вещах. Это был не немецкий язык и, конечно, не русский, потому что русских там официально и не было. Был представитель ГИМО, Митроссия Сидоренко, и был представитель общественно-международной организации Анатолий Карпов. И когда мы поднялись в музей, это было, наверное, самое яркое впечатление, музей Нюнберга. Вы знаете, какое было впечатление? Мне приходилось всматриваться, нам двоим приходилось всматриваться и искать на фотографиях русских представителей, участников суда. И это было практически невозможно сделать. Все те фотографии, которые там висели, а были в прекрасных красивых рамках, оформленных в цветовой подсветке, с инсталляциями, вот в этих инсталляциях русского следа практически не наблюдалось. Они были лишь тогда, когда просто никуда уже нельзя было убрать нашего государственного обвинителя или еще кого-либо. То есть на самом деле это была, ну, просто, знаете, такая сюрреалистическая картина. И особенно впечатлили лица нацистских преступников. Они были сняты так интересно, в таком интересном ракурсе, что мы поймали себя на мысли и проговорили это вслух. Это на самом деле не личное впечатление. Мы поделились впечатлением друг с другом. Это были фотографии, сходите в этот музей, вы поймете, о чем я говорю, которые вызывают у человека чувство, во-первых, причастности, но самое страшное, они вызывали чувство симпатии. Эти были лица нацистских преступников, снятых крупным планом в момент, когда им было тяжело, на лицах было не раскаяние, а знаете, вот это вот какая-то такая печать печали, которая действительно вызывала страдания. И вот тут вот ты наконец понимаешь, что кажется, сегодня политика начинает несколько забывать о исторических корнях явлений и о юридических началах. И вот почему сегодня мы с вами собрались. Вот в 75-летие Нюнбергского процесса, я полагаю, я считаю, что 75-летие в Нюнберге, наверное, будет отмечено так же, как и 80-летие, 75-летие. Но тем не менее, мне кажется, сейчас мы должны заговорить, посмотреть на это, именно осознать эти уроки прошлого, для того, чтобы на будущее тех или иных проблем у нас не было. Я не буду сейчас уходить в лекцию по поводу геноцида, это было бы, мы со многими студентами сейчас с этим столкнемся, с некоторыми, мы уже эти вещи обсуждали. Я коснусь только важных юридических вопросов, которые как уголовно-правовых, не процессуальных, у нас Александр Григорьевич занимается вопросами процесса, и здесь я не буду отнимать хлеб, и вряд ли я это смогу сделать. А уголовно-правовых коснулось бы, наверное, так, очень поверхностно, но, как мне кажется, для того, чтобы вам было над чем задуматься, потому что вам их надо, эти вопросы решать. Первый из этих вопросов касается объективных и субъективных признаков геноцида. Помните, Лемкин в 1943 году впервые предложил понятие геноцида, публицист известный Лемкин, который был одним из основоположников борьбы с геноцидом, он сказал, что геноцид, он уничтожает дух народа. Эта позиция не была воспринята в рамках Нюнбергского трибунала, и мы сегодня об этом говорили. Многие нацистские преступники наставили на том, что они не могут нести уголовную ответственность за деяние, которое не было тогда признано преступлением, «Dura lex et lex», «Nullium crimens in a lego», приводили всевозможные другие латинские утверждения, подтверждающие, что неписанный закон нельзя нарушить. Но решение было. Решение было интересное. Нюнберг признал этих преступников военными преступниками. В последующем были определены нюнбергские принципы, появилась конвенция о предупреждении геноцида, наказании за него 1948 года, которая фактически поставила перед нами новое определение геноцидов, которое фактически потом во многих документах было повторялось, из раза в раз повторялось. В 1951 году Международный суд ООН впервые признал, что геноцид является обычным преступлением. И все остальные преступников, которые судили, которые ссылались на то, что преступлением это не было в момент совершения, они, уже пользуясь прецедентом Международного суда, называли данное деяние обычаем. Мы говорили, коллеги, когда вы это совершали, вы должны были понимать, что вы совершаете яркое, очевидное преступление против человечности, которое установлено было обычаями мирового международного политики, международного сотрудничества. Поэтому непрописанность этой нормы вовсе не означает неприступность ваших деяний. И вот, наконец, в 1970 году, это тоже, коллеги, важные точки в развитии этой концепции, появляется решение Международного суда в деле «Барселона Trading Light and Power Company», где было определено, что эти преступления являются юзкогенс. И вот с этого момента, это она и позиция была потом повторена еще одном Международному уголовному суде в решении суда 2006 года военной активности Armed Activities in the Territory of Congo, вот там эта история была повторена, где было сказано, что любое государство вправив привлечь к ответственности за геноцид, независимо от того, совершено это на его территории или на территории другого государства. Таким образом, впервые в Международном уголовном праве была поставлена точка в вопросе о том, возможно ли здесь принятие принципов, универсального принципа действия уголовного закона. И фактически эта история была подтверждена. Однако есть интересные точки зрения, которые тоже достойны внимания. Это позиция одного из известных ученых, профессора Загребского университета, Вайна Вайде, Майи Вайде, который говорит о том, что на самом деле, наверное, в тот момент, когда геноцид был признан преступлением обычаям и юс-коганс, фактически геноцид умер как таковой. Позиция заключается в том, что мы, по сути, зарежимили это понятие и не можем далее его легко использовать и расширять за счет нового контекста, который сама в жизнь нам привносит. Такая позиция имела место на существование, она имеет место и сейчас, но мне кажется, что дальнейшая история, дальнейшая история геноцидов, которая сегодня продолжается, она, конечно, говорит нам о том, что это очень живое понятие. Это понятие, которое ориентировано на ретроспективу. Мы в любом случае геноцид всегда можем четко увидеть по прошествии времени. Когда мы живем в геноциде, это несколько такое политическое явление. Когда мы видим геноцид на экранах телевизоров в новостях сегодняшнего дня, мы не всегда чувствуем, что это геноцид. Здесь должно выстояться время для того, чтобы вся его разрушительная, не то, что даже разрушительное начало, а его геноцидарная составляющая в полной мере себя проявила. Но какие особенности, какие нюансы я бы здесь хотела бы обозначить? Прежде всего, одна из проблем это, конечно, наличие геноцидарного мотива. Вот самые главные проблемы, которые есть. Первые позиции, которые были высказаны в рамках Нюнбергского трибунала, четко говорили, должна быть цель на уничтожение большого количества населения. И эта позиция нашла выражение даже в некоторых решениях по бывшей Югославии и Руанде, где один из обвиняемых был оправдан на том основании, что не нашли оснований, не нашли менс-ре, умысел на правильное уничтожение большого количества людей. Однако в последнее время начинает формироваться новая позиция, очень интересная позиция. она связана с геноцидарием-одиночкой и с отсутствием так называемого мотива. Есть сейчас два основных подхода. Это целиориентированный подход, или подход цель и подход знания. В рамках подхода цели предполагается, что человек понимает, что он совершает действие, которое является элементом уничтожения большой группы лиц. А вторая позиция подразумевает, что человек лишь знает о том, что он в это вовлечен. И вот второй вопрос. У историков, у юристов, да и у политиков вызывает очень много вопросов. А где та грань, которая отделяет преступника от непреступника? В частности, даже в трибунале по бывшей Югославии было несколько позиций. В одном человека оправдали, не признав его в действиях от геноцида на том основании, что он не понимал, что происходит. А в другом человек был привлечен к ответственности только на том основании, что, будучи военным командиром, предоставил машины, которые развозили военнопленных, которые в последующем были разведены по разным лагерям, и одна из их часть была расстреляна. И на том основании, что он предоставил эти автомобили, хотя находился в войне, в состоянии войны, и не мог отказать другому руководителю военному, его действия были, тем не менее, признаны соучастием в геноциде, на том основании, что он понимал, что его действия являлись одним из элементов сложной конструкции, где он осознавал, что находится в процессе. Скажу вам больше, сегодня понимание геноцида и попытки извратить его с политической точки зрения привели к формированию даже трех основных подходов к понятию соучастия, которые в российском сознании взрывают мозг. Это понятие так называемого преступного организованной, как у нас говорили бы, организованной преступной группы, а там речь идет о институте командной ответственности как одном из параметров. И второй институт это совместное преступное предприятие. Первый момент совместного преступного предприятия самый известный, самый простой, тот, который нам с вами понятен, он касался обычного случая, когда врач во время Второй мировой войны проводил эксперименты над военнопленными, ему в этом помогали его охранник, медсестра и еще кто-то. Все они были признаны соучастниками на том основании, что все понимали, что они делают. Они травят людей, проводят над людьми эксперименты, умерщвляют людей, и они были признаны виновными в геноциде. Простая нам понятна история с разделением ролей для юристов. Но после этого, когда пошли дела по Югославии и когда пошли дела по Руанде, появились совершенно мистические истории, которые, с одной стороны, говорят нам, что лица должны быть наказаны, но с другой, они настолько растворяют юридические параметры наказуемости, что порою мы можем сегодня обвинить кого угодно в геноциде на том основании, что будет установлено одно из следующих направлений. Вот этот второй, вторая модель совместного преступного предприятия, она называется модель концентрационного лагеря. Суть ее заключается в том, что люди, находясь в одной и той же группе, они прекрасно знают, что делают другие. И один из случаев, который рассматривался, касался человека, которого обвинили в геноциде на том основании, что он, будучи руководителем группы, зашел с этой группой на какой-то населенный пункт, и представители его воинского отряда убили изнасилования несколько мирных жителей. Их обвинили в геноциде, и его обвинили в геноциде на том основании, что он даже не принимал участия в этих действиях, он не знал, что будут делать его подчиненные, но эти подчиненные находились с ним в отношениях власти подчинения, и он должен был, как было написано, иметь, должен был иметь над ними надлежащий контроль. На этом основании его признали виновным в геноциде. И, наконец, третья история, это концепция причастности, когда просто тот факт, что вы существуете в определенной ситуации, живете с определенными людьми и понимаете, что здесь может быть какое-то геноцидарное намерение, совместно с этими лицами совершаете преступление. Вот такой вот подход, который сегодня, конечно, должен быть переосмыслен, и должен быть переосмыслен прежде всего вами, уважаемые коллеги, которые и должны формировать повестку будущего международного уголовного права, международного публичного права в целом. Следующий подход, который здесь очень важен и обозначает только эти самые проблемы, это вопрос об определении группы. Что такое группа, которая подвергается геноциду? Можно ли говорить о геноциде в отношении одного человека с совершенным одним лицом? Или мы должны говорить всегда о массовости явления? Вот Нюнберг основывался на массовости явлений, но по мере развития концепции мы все-таки все минимизируем и минимизируем эту группу, все растворяем, растворяем ее предметные границы. А вот вы спросите, ну вот о чем она говорит? Залезать в какие-то юридические дебри, ведь можно же и попроще, и сейчас чуть-чуть другие проблемы поднять, но вы не понимаете, что в этих деталях и кроется дьявол, потому что сегодня от того, как мы определим группу, которая является потерпевшим от геноцида, мы определим будущее многих-многих событий, явлений. В частности, историю эту начали с понятия культурного геноцида, а если он? Или культурный геноцид это одно из подвидов военных преступлений против мирного населения, против культурных ценностей и так далее. Вопрос до сих пор еще является открытым. Нельзя сказать, что мы сегодня пришли к какому-то единому пониманию. Но второй вопрос, он как раз касался Туту и Худси в Руанде. Простейшая история племенного разделения, а ведь есть не только племенное разделение, есть Туту, есть Худси и Худси, которые между собой не сильно различаются. Тутси просто всегда более богатые, а Худси всегда чуть более бедные. Одни земледельцы, другие животноводы. И вот, наконец, приходит к власти представитель племени Худси, и начинается массовое уничтожение племени Тутси, а разницы между ними практически никакой. Не с точки зрения строения тела, не с точки зрения, черт лица. У них даже язык один и тот же, и культура в принципе та же самая. Есть различия в том, что в социальном подходе, может быть, в истории возникновения, но не более того, и весь мир вдруг неожиданно разделяется на Туту, на Туту, на Туту, и Худу. И начинается война, и возникает вопрос, а ведь это геноцид или нет? И вот сегодня, когда ставится вопрос о делах на Донбассе, ведь когда начинают сравнивать русский народ, украинский, или даже народ, проживающий на одной территории, который является гражданами Украины, который разделяет себя по какому-то параметру, что это? И ведь на самом деле таких проблем очень много, ведь ситуация, которая произошла в Руанде, она потом захлестнула всю Африку, и мы хотя сегодня говорим уже о бывшей, о трибунале по бывшей Руанде, точнее о трибунале по Руанде, как о каком-то явлении уже прошедшем, на самом деле это не так. Это стало раздором, и это привело к Великой Африканской войне, когда эти сами Туси стали уничтожаться, Хуту, на территории Бугунды, Уганды, Бурунди, и так далее, и так далее, и так далее. Это захватило Конго. И на сегодняшний день мы говорим о миллионах, жизней, миллионах жизней, которые потеряла Африка уже после Руанды. Почему? Потому что вопрос не урегулирован, потому что на сегодняшний день все события, которые проходят сейчас в Конго, они фактически никаким образом не подвергаются уголовно-правовой оценке. В свое время Бельгия активно способствовала развитию международного уголовного права в этой части, но ведь проблема по-прежнему остается открытой. Второй очень важный момент. А чья юрисдикция должна быть в отношении фактов геноцида? Государство ли одного или речь должна идти о международном сообществе? И мы здесь тоже видим серьезную проблему, потому что международное сообщество сегодня видит свое будущее в том, что развивает собственную, как я сказала, правозащиту, инфраструктуру, а именно международный уголовный суд, иные международные механизмы борьбы с явлением на уровне мирового сообщества, а не отдельной страны. Но посмотрите, крупные государства мира не считают для себя возможным быть членами международного уголовного суда на том основании, что в международном уголовном суде они видят свою уязвимость. И возникает вопрос, а если страна не приемляет для себя международный уголовный суд, как страна видит свои перспективы в защите себя или других стран от фактов геноцида? На этот вопрос сегодня международное сообщество тоже ответить не может. Если мы возьмем с вами любое событие, ну давайте возьмем отдаленную конфликт в Конго и скажем, а какая юрисдикция здесь должна быть применена, мы с вами, коллеги, окажемся в очень затруднительной ситуации. Приведу вам пример совсем геноцида 21 века. Я сейчас могу вам привести и цифры. Это касается дела Судана, Дарфурский конфликт. В 2003 году он возник. Погибло достаточно много людей, миллион по разным подсчетам, около миллиона. Обвинили очень многих людей в повстанцев этих действиях, много-много кого. В том числе и обвиняли президента, действующего президенту Судана на этот момент. Требовали его выдачи. Заметьте, юрисдикция МУС была применена к рассматриванию этого дела. Все на тот момент все страны, соседи, они выступили за то, чтобы не выдавать президента Судана международному уголовному суду. Это был первый случай, еще раз, когда хотели, когда МУС просто проигнорировал функциональный иммунитет действующего руководителя и привлекал его к ответственности. Результат результат этой борьбы в июле 2020 года бывший уже президент Судана был выдан юрисдикции МУС и на сегодняшний день началось рассмотрение дела по винению его в актах геноцида. И это еще одна проблема, которая сегодня должна быть каким-то образом поставлена. И еще одна важная, гендерный геноцид. Эта история появилась тоже со времен Туцьи и Хуту и со времен Югославии. И тоже вопрос, можем ли мы сегодня говорить о гендерном геноциде. Суть заключалась в том, что Хуту насиловали Туцци для того, чтобы потом женщина Туцци родила соответственно ребенка от Хуту и этот ребенок должен был соответственно являться Хуту. И считалось, что таким образом насилуют даже женщину, человек совершает геноцид, потому что он препятствует деторождению в ее группе, в ее племенной группе. Она рождает не Туцци, она рождает Хуту. И это было действительно основанием. Было инициировано расследование такого рода дел и они были признаны геноцидом. Второй факт геноцида, это был по Югославии, я бы сейчас специально запаслась бумагой, могла бы вам сейчас все кейсы называть, но я думаю, в этом сейчас нет нужны, тут основная, наверное, проблема. Когда мужчин и женщин разделяли по разным лагерям, это тоже было признано актом геноцида, в одних случаях сопутствующим деянием геноциду, в другом реальным геноцидом. Геноцидом было признано и умерщвление мужского населения и насилование женщин в Югославии, на территории бывшей Югославии. Много было всевозможных явлений, которые сегодня позволяют нам, юристам, задуматься, как эта концепция должна выстраиваться. Но одно сегодня очевидно, не мертво понятие геноцида. За последнее время оно начинает обрастать очень интересными нюансами, которые в основном, в основе своей строятся на судебных прецедентах. А эти судебные прецеденты, коллеги, это очень печально, строятся на основе решений англосаксонской системы права. Потому что и там являются судьями американцы и британцы, которые навязывают собственную модель, которую нам подчас понять очень сложно. И поэтому всегда коллег, и они помнят это, и на лекциях призывала, иди ходите на международное уголовное право, потому что это позволит вам понять ту модель мышления, которая характерна для англосаксов, для того, чтобы иметь возможность противопоставить им свою обоснованную позицию. Это крайне важный момент сегодня. Ну и наконец, есть о чем задуматься, коллеги. Несколько фактов, и на этом я буду завершать. А если геноцид сегодня, а нужно ли его переосмыслять? Несколько фактов. Первый, Канада, благополучная страна, но тем не менее в Канаде в 2000-х годах инициировали рассмотрение дела о геноциде, о геноциде женщин отдельных племен, то есть индейских племен. В чем была суть? 4% женщин, живущих в Канаде, это женщины, относящиеся к племенным вот этим вот сообществам. Так вот, из этих 100% женщин племен, 16% женщин были убиты или похищены. Представьте, каждая восьмая. в период с 80-го до 2012-го года. В итоге они определили, что количество насильственных смертей среди женщин, аборигенов, в 7 раз больше, чем среди обычных женщин. И это дало основание, хоть и не установили ни одно лицо, совершающее данные преступления, но это дало основание инициировать расследование по факту геноцида. И несмотря на то, что на сегодняшний день эта тема еще не закрыта, но основные политики высказали свою позицию, подтвердив, что страна сегодня готова рассматривать такого рода дела, убийства женщин в высокой прогрессии по отношению к общему населению, как факты геноцида, если эти женщины относятся к племенам индейцев, проживающих на территории Канады. Есть ли основания для этого, есть ли геноцидарный мотив, есть ли геноцидарь и одиночка, есть ли это все, вопросов очень много, но это надо все рассматривать и рассматривать исключительно в юридическом ключе. Следующая история, Тибет, известный случай, в 51 году Тибет был оккупирован Китаем, за это время было арестовано примерно 25 тысяч человек, было убито примерно 87 тысяч тибетцев, в этот момент стал вопрос, можно ли считать это актом геноцида, до сегодняшнего момента вопрос не получил однозначного решения, Китай по-прежнему не считает, что в Тибете им был факт геноцида, в 2010 году специальный докладчик ООН сообщил, что Китай вынуждает тибетских кочевников перестать кочевать, несмотря на ограничения их деятельности, тем не менее в 2017 году Китай подтвердил такую позицию. Позиция Дарфура, которую я уже вам сказала, и есть еще например, тоже дела, это нигерийское гибель геноцид христиан местной группировкой пастухи Фулани, это и Мьянма, где совершается геноцид мусульман, и очень много других вещей. По геноциду мусульман в январе 2020 года, то есть чуть больше полугода назад он признал, что Мьянме совершается геноцид, однако по-прежнему мы четко не понимаем, в чем суть этой юрисдикции. Коллеги, в заключение скажу только одну фразу. Мы видим, что геноцид, еще раз повторю, это не пережит так, это не память о прошлом. Геноцид это наше настоящее, к сожалению, с которым необходимо что-то делать. За геноцидом стоит жизнь очень многих людей, миллионов людей. И здесь пришла, мне кажется, пора юристам, экономистам и политикам объединиться для того, чтобы меньше людей погибало от таких совершенно бесчеловеческих поступков. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас сегодня такие увлеченные и интересные спикеры, что просто нет возможности их перебивать, но тем не менее время, поэтому я до минимума сокращаю свои вступительные речи и хочу предоставить слово Денису Владимировичу Садовникову. Он представитель комиссии Ассоциации юристов России по юридическому наследию Второй мировой войны, международному гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности. И я как раз так понимаю, что мы и услышим про английское право. Тогда уже попрошу коротко, если можно. Совершенно точно. Большое спасибо, Елена Николаевна. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Действительно, после ярких выступлений историков, которые донесли до нас факты, пришла очередь юристов для того, чтобы дать этим фактам оценку. С одной стороны, довольно трудно выступать после содержательного доклада Элины Леонидовны. Я даже вынужден был скорректировать свое выступление, чтобы не повторять некоторые вещи. Но, с другой стороны, Элина Леонидовна дала очень хорошую подводку к моему выступлению, поскольку мой доклад будет касаться британской концепции права и того, как она была реализована в Нюрнберге и как реализуется в настоящее время и может быть реализована при рассмотрении вопросов, связанных с привлечением нацистских преступников к ответственности за геноцид. В самом начале нашего с вами круглого стола было сказано о том, что у вас будет возможность ознакомиться с позицией советской школы, российской школы, ну, а я постараюсь ознакомить вас с позицией британской школы права, насколько это будет по силам мне, как студенту первого курса University of London. Итак, мы сегодня говорили уже о том, что имеет место ревизии истории, имеет место пересмотра истории, не самые лучшие отношения у нас сейчас с нашими союзниками по антигитлерской коалиции, прежде всего с англосаксонскими странами, однако не стоит уподобляться тем, кто вычеркивает Советский Союз и пытается умолить его роль в решении глобальных мировых проблем и забывать вклад наших союзников в эту историю. Тем более, что если бы Советский Союз не объединился в период Второй мировой войны с другими цивилизованными нациями, не было бы Нюрнбергского процесса и не было бы утверждения прогрессивных принципов международного и национального права, которые мы сейчас имеем. И более того, смею утверждать, что без британского подхода к уголовной ответственности нацистских преступников возможно, что никакого Нюрнберга и никакой ответственности тоже бы не было. Так, тут а вот он пульт. Нет, это не тот пульт? А, вот он. Спасибо. Мы будем говорить сегодня о верховенстве права, поскольку главной задачей привлечения нацистских преступников к ответственности является, несомненно, невозмездие, а именно утверждение справедливости. Во-первых, потому что невозможно придумать таких мер возмездия, которые бы искупали то зло, которое эти лица совершили. во-вторых, потому что куда более важным, чем опускаться на уровень примитивной мести, примитивного возмездия, является утверждение прогрессивных норм и принципов, является утверждение принципа неотвратимости возмездия за военные преступления и преступления против человечества и утверждение в международном праве и в мировом общественном сознании это шкалы оценки критериев добра и зла. На мой взгляд, таким критерием сегодня являются решения Нюрнбергского трибунала и нюрнбергские принципы. И, соответственно, это было бы невозможно, если бы в основе этих явлений не лежала позиция, не лежала концепция верховенства права. Как вы знаете, верховенство права можно рассматривать с точки зрения нормативистской, характерной в большей степени для континентальной правовой семьи, к которой мы с вами относимся, где, прежде всего, в углову угла ставится соответствие норм права низшего уровня, норм права высшего уровня, ну и соответствие правоприменительной практики нормам права. Но есть и концепции, которые говорят именно о верховенстве права, а не о верховенстве закона, и которые рассматривают, прежде всего, не столько формальную сторону, сколько содержательную, то есть оценивается не только соответствие практики нормам права и нижестоящих нормам, выжестоящим, но и содержание самих норм, то есть насколько они являются разумными, гуманными, насколько они являются справедливыми, насколько они отвечают потребностям развития общества. В континентальной традиции второй подход, связанный с рассмотрением верховенства права, он характерен в большей степени для различных направлений, естественно, правовой школы. Совершенно иначе обстоит дело в англосаксонской правовой семье, где принцип rule of law, так мы будем его называть, поскольку это точное юридическое понятие, чтобы не смешивать его с континентальным видением, то есть понятие господства права rule of law, выведен судами в течение столетий именно эмпирическим путем. И только после того, как суды уже в течение столетий применяли этот принцип, после этого он уже был сформулирован доктринально британскими учеными. Еще в 1765 году состоялось известное дело Antic against Carrington, в ходе которого судья лорд Кэмпден вывел принцип, исходящий из rule of law, о том, что государственная власть может делать только то, что прямо предписано законом, а индивиды, напротив, могут совершать все, кроме того, что прямо запрещено законом. Также в этом решении содержится интересная фраза, ставшая тоже принципом, что если это право, оно будет найдено в наших книгах, в наших источниках. Если этого там не будет, значит это не право. И такое решение фактически против королевской власти состоялось в 1765 году. Это только один из примеров того, как британская концепция rule of law утверждалась именно эмпирическим путем. В конце 19 века Альберт Вендайси, британский конституционалист, он предложил уже первое доктринальное обоснование и рассмотрение концепта the rule of law, выделив там три основных принципа. В соответствии с первым принципом люди не могут быть привлечены к ответственности, кроме как за установленное в судах в ходе надлежащей процедуры нарушения норм права. Никто не является выше закона, не находится выше закона, и закон должен применяться справедливо ко всем. И третий принцип, он характерен именно для англосаксонской правовой системы, что лучшая защита прав и свобод, она обеспечивается общим правом, то есть правом, создаваемым судьями, а не государством через законодательство. В дальнейшем концепция Дайси подвергалась как критике, так и развитию, и в настоящее время в мире, не только в Англии, не только в странах common law, получила широкое распространение и поддержку эта теория в интерпретации Уорда Бингама, который умер в 2010 году. Это крупнейший британский ученый и судья, который в 2006 году, выступив с лекцией в Кембриджском университете, который так назывался the rule of law, сформулировал 8 sub rules, или ingredients, в которых раскрыл эту теорию. При этом он рассмотрел, как формальную или тонкую, как говорят в английской традиции, составляющую, характерную для континентальной семьи, то есть наличие и выполнение формальных процедур, соответствие выжестоящих норм нежестоящим, и так далее, и так далее, так и содержательную, то есть соответствие законов праву, приоритет прав человека, приоритет международных обязательств государства. Собственно, какое это все имеет отношение к Нюрнбергскому трибуналу? Дело в том, что в ходе Нюрнбергского трибунала, даже еще в ходе подготовки Нюрнбергского трибунала, юристы, которые опирались на политические договоренности, достигнутые лидерами стран антигитлерской коалиции, столкнулись с целым рядом практических проблем. И главная проблема была в том, что преступления, которые совершали обвиняемые, они не были закреплены в каком-то государственном законе, не говоря уже о международном праве. Не существовало международных договоров, международных конвенций, которые бы к тому моменту устанавливали конкретные составы преступления, и конкретное право государств или международных организаций привлекать физических лиц к ответственности за эти преступления. Более того, с точки зрения позитивистской теории права, обвиняемые нацистские преступники вообще получается, что не совершали никаких нарушений, потому что они действовали на основании германского законодательства в пределах своих полномочий. Они получали приказы от государственной власти, отданные в надлежащей форме, и получается, что они делали все правильно. 20 октября 1943 года в Лондоне из представителей 17 государств была создана комиссия объединенных наций по военным преступлениям. Данная комиссия, опираясь на материалы, собранные британской разведкой прежде всего, а также материалы, предоставленные правительствами в эмиграции, начала сбор данных и подготовку доказательной базы, а также юридической квалификации данных преступлений. При этом отношение британского правительства к деятельности этой комиссии было, мягко говоря, прохладным. И даже Foreign Office, можно сказать, ставил палки в колеса деятельности комиссии и затруднял ее работу. Что, в общем, послужило причиной к отставке председателя комиссии, известного британского юриста-международника и судьи Сесила Херста, который, кстати говоря, уже на этом этапе говорил о том, что главным пунктом обвинения будущего международного процесса должны стать преступления против человечности. И он же, опираясь на существование в британском праве такого преступления, это даже не форма соучастия, это отдельный состав преступлений, corruption, заговор, говорил о заговоре и о том, что заговорщики захватили немецкое государство и создали целую систему государственных органов, различных, таких как армия, гестапо и так далее, которые служили целем этого заговора. Ну, он оставался практически в меньшинстве в числе юристов того времени, но, тем не менее, тогда эта точка зрения была высказана. А в дальнейшем комиссия стала работать более активно, потому что политическое видение Foreign Office тоже немножко сменилось, и под руководством другого судьи Роберта Райта было собрано более 8 тысяч дел и был составлен список из 36,5 тысяч потенциальных обвиняемых, почти все из которых были гражданами Германии. В то же самое время, в 1944 году, начинаются контакты между американскими, британскими и советскими юристами по поводу организации будущего процесса. От нашей страны участвует будущий судья трибунала Иона Никитченко и профессор Тройнин. И вот тогда и возникает проблема для наших и для французских юристов, как нам, выросшим в континентальной школе, где преобладает все-таки юридический позитивизм, как можно привлечь, как разработать механизм для привлечения нацистских преступников к ответственности. Но здесь на выручку пришла как раз теория The Rule of Law и все, что с ней связано. Причем в британских источниках именно подчеркивается, что английские судьи и прокуроры и те юридические специалисты, которые участвовали в подготовке устава международного трибунала, они как раз опирались на концепцию The Rule of Law. В Лондоне был подписан в 1945 году устав международного трибунала, который в большей степени включал правовые позиции, характерные для англо-саксонского права, хотя влияние континентального права тоже прослеживалось. Председателем суда не случайно был выбран английский судья Джеффри Лоуренс. За этот процесс он стал бароном Оксли. И большую роль в процессе сыграл английский, именно с точки зрения реализации концепции Rule of Law, сыграл английский обвинитель Хартли Уильям Шоукросс. Именно он в основном опроверг юридические аргументы профессора Ярайса, одного из адвокатов обвиняемых, который говорил о том, что данный суд учрежден специально для конкретного суда над конкретными людьми, что не было такого состава преступлений и так далее, и так далее. Там подобная вся аргументация, которую вы уже слышали. Именно опираясь на Rule of Law, на то, что данное преступление было очевидным, на то, что оно уже существовало в виде обычая, и что reasonable person должен был понимать, что он делает. Именно Шоукросс опроверг эти данные. Также в своем заключительном слове Шоукросс одним из первых употребил термин геноцид. В чем проблема и как ее решать, опираясь на Rule of Law в наши дни? Очень правильно сказала Елена Леонидовна о том, что многие говорят, опять же ссылаясь на ту же аргументацию, которую приводил профессор Ярайс, что преступление геноцида криминализовано уже после войны, и, соответственно, на момент совершения этих деяний они не были преступными. Но здесь, опять же, нужно опираться на ту же самую аргументацию, на ту же самую Rule of Law, которая стала, можно сказать, достоянием не только британского права, но и всего человечества после Второй мировой войны, вошла в практику международных органов и международных судов, доказывать, что данные лица не могли не осознавать того, что они делают, и они должны отвечать за эти преступления. Хотелось бы сказать также о том, что правильно было отмечено, что британская концепция, англосаксонская концепция права, применяемая в международных судах, она создает определенные опасности, именно потому что она такая очень flexible, что можно в одну сторону, можно в другую, можно создать один прецедент в другой, но это обоюдное оружие. То есть у нее есть недостатки, именно вот которые кроются в этом flexibility, а есть и достоинства, которые в нем же находятся. И вот в том числе положительное влияние концепции the Rule of Law, если ее знать и правильно ей пользоваться, я постарался до вас донести. Большое спасибо за внимание. Экспертный доклад, спасибо большое. Александр Григорьевич, ну вам выступление, и сразу же в целях экономии времени заключительное слово. Я постараюсь сильно не затягивать, хотя я готовился так поднять один принципиальный вопрос. Я его все-таки подниму. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, исключительно интересные выступления. Вот в отношении предыдущего выступления, я понимаю, где вы обучаетесь, и блестящий, естественно, доклад, но вот тут я хочу сказать одну маленькую деталь. Британскому праву, и вот этому правилу Rule of Law, несказанно повезло сопрячься с международным правом, насколько я понимаю, только по одной простой причине. И в британском праве, в анноамериканском праве, и в международном праве одним из источников права является доктрина. И вот это как раз сложность стран континентальной, то есть романа германской правовой семьи, как раз стоит в том, что наша доктрина, ну наши источники доктринальные не являются источниками права. Вот здесь счастливое совпадение, наверное, та доминанта, чтобы понимали все, особенно студенты, вот та доминанта, которая занимает современно на американское право, в том числе в деятельности международных судов, ну и периодически. И второе, хотелось бы сказать, некое замечание. Уважаемые коллеги, ну несмотря на то, что идет трансляция, в истории нашей страны, вот коллега показал великих английских мыслителей, я хочу вернуться к великому, ну сейчас в истории политических учений пишет, что он философ и прочее, но по большому счету я хочу вернуться к личности Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В работе «Государство и революция» у него была сакраментальная фраза, цитата, которую мы, когда обучались, выдачи курсантами высших учебных заведений, должны были знать, как отчин нас, для того, чтобы критиковать различные буржуазные теории права, да, в первую очередь к этому. Ну, жизнь показывает, что это не только буржуазные теории. Владимир Ильич Ленин, в частности, говорил, короткая фраза в кавычках, закон мерополитическая. В том числе, если рассматривать международное право как нечто законодательное, тоже мерополитическое. Ведь даже роль английских юристов, британская доктрина в праве исключительно важна, но вы правильно совершенно оговорились, что это произошло после того, как было принято политическое решение. Ведь давно известно, что Уинстон Черчилль, и есть это документально закреплено, был противником суда над нацистскими преступниками на начальном этапе обсуждения. Он говорил, не нужен он нам. Но суть не в этом. Уважаемые коллеги, сегодня, не сегодня, через несколько дней, для тех, кто пришел и может быть не помнит, я напомню, 20 ноября этого года исполняется ровно 75 лет с момента открытия процесса, получившего свое название, известное, историческое название Нидрунбергский процесс. Хотя обвинение, осуществлялось вручение обвинения, оглашение первого обвинения в Берлине, кто не знает. Вот тут интересный факт. Потом начался процесс в Нидрунберге. Упоминалось уже сегодня то, на что я хотел бы буквально небольшое внимание ваше задать, что по итогам процесса и фактически параллельно с ним проходившего международное заседание Международного военного трибунала для Дальнего Востока родились уникальные документы, базовыми из которых являются уставы и приговоры этих трибуналов. Сложные документы и для юридического понимания, вызывавшие много споров еще в момент их рождения и с точки зрения юридической техники, но тем не менее нации, антигитлеровская коалиция, объединенная в едином порыве, в общем, даже несмотря на начало в то время первого акта Холонной войны, тоже исторический факт, фултоновская речь была произнесена до вынесения приговора. И суд в определенный момент в течение двух недель стоял в ступоре. Что делать? Куда повернет? Но потом юридическая значимость и вообще значимость процесса возобладала и судьи сработали, процесс сработал так, как он должен был сработать. Так вот, вскоре родилась резолюция Генассамблеи подтверждения принципа международного права, признанных статутом Нюрненбергского трибунала и потом комиссия международного права приняла более развернутый документ, более четко сконцентрировала это принципы международного права, признанные уставом Нюрненбергского трибунала и нашедшие выражения в решении этого трибунала. И вот свое небольшое выступление, проблему, которую я хотел бы поднять, я, конечно, хотел бы, может быть, связать с тем, как мы относимся к этим принципам. Я был на ювелирных мероприятиях 70-летию посвященных, но не в Германии, а здесь. Сейчас в целом в ряде мероприятий, посвященных 75-летию. И, к сожалению, я принужден констатировать, в данном случае аудитория юридическая, что, несмотря на актуальность приговоров и принципов, возрастающее значение, в том числе в судебной практике международных уголовных судов, широкой практике, вольно или невольно, и человечество, и, к сожалению, мы способствуем в определенной мере забвению этих принципов. Именно принципов, как юридической данности, как юридически значимых документов, которые должны жить постоянно. Тут уместно вспомнить, извините, за некое банальное, за некое слово, вот, Елена Моисеевна, блестящее выступление, вот это факты страшные, они мне, допустим, знакомы по работе были и так далее, но, тем не менее, хочется вспомнить знаменитую фразу из Теллина Шпигеля, пепел класса стучит в мое сердце, пепел наших жертв стучит в наши сердца. И мы не вправе забывать эти принципы. О чем речь? Я назову только два из семи принципов кратко. Нюрнбергский первый принцип гласит, всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое согласным международным правопреступлением, несет за него ответственность и подлежит наказанию. И, чуть сокращая, шестой принцип, то есть я содержательную часть там уберу, преступления, указанные ниже, наказуют на международно-правовые преступления. Пункт А. Преступления против мира. Пункт Б. Военные преступления. Пункт Е. С. Преступления против человечности. Ну, напомню, аудитория должна знать, что на сегодняшний день составы международных преступлений несколько расширились, последняя кодификация предчисляет еще преступления геноцида, самостоятельное преступление агрессии. Иными словами, понимая, что Нюрнбергский трибунал, трибунал Паруанде были созданы для преследования главных преступников, главных военных преступников. Эти документы создали в том числе принципы правовую основу для деятельности национальных органов юстиции для преследования, расследования преступлений военных, преступлений геноцида, преступлений агрессии, преступлений против человечности и преследования лиц виновных в этих преступлениях. Понятно, что национальные правоохранительные органы, суды, Не могут действовать в безвозвестном пространстве. Понятно, что они не могут обращаться непосредственно к международным договорам. Еще никто не отменял того правила, что нормы международных договоров, независимо от правой системы, национальное законодательство должно приводиться в соответствии с ними. Если взять вот эти составы преступлений, соответственно, в нашей стране все это должно быть отражено должным образом, с должной палантой, в известном законе в Уголовном кодексе Российской Федерации. Что мы имеем на сегодняшний день, несмотря на известные реформы, и об этом говорим мы уже, вот на моей памяти я занимаюсь проблемой почти 20 с лишним лет, с небольшим, мы говорим о том, что в структуре действующего УК нормальное правовое закрепление получили только преступление геноцида. Оно полностью соответствует Конвенции, оно полностью соответствует тем тенденциям и не позволяем мы, опираясь на него, чего-нибудь там приносить. Все остальные Нюрнбергские принципы и приговоры Трибунала и Уставы получили совершенно скромное отражение. Статья 48 УК о сроках давности, что нет сроков давности для таких преступлений, небольшими недавними нормами об универсальной юрисдикции, в 12 статье УК, и в единственной статье УК 356, применение запрещенных средств и методом войны. Все. А где остальные преступления? При громком названии главы, при том, что международные преступления на сегодняшний день, извините, у нас совершаются. По большому счету, о чем это говорит? Теперь факт таков. Казалось бы, ну и ладно, все равно боремся. Все равно вот суд в Новгородской области признал факт геноцида и прочее. Прекрасно боремся, а теперь несколько мыслей. Во-первых, что для нас, как для юристов, особенно для вашей аудитории, коллеги? Дело в том, что вам это преодолевать, не мне уже, я не доживу. Во-первых, неполное выполнение Российской Федерации принятых на себя международных обязательств. В силу разных причин. Не досмотрели, не хотим и прочее. Но здесь есть коварное следствие. Ну не любим мы международный уголовный суд. Ну не друг он нам, да? Хотя наш соотечественник разработал концепцию международного правосудия еще в МГУ в XIX веке. А есть нормы статута, которые, если мы даже его не любим, могут распространить на нас свое действие. И расследование по Украине, и расследование по Грузии тому факт, да? Тому подтверждение. Ну это первое. Во-вторых, ну неполный учет я сказал. Так вот, это влечет негативные последствия для нас, политико-правовые. Во-вторых, осложняет деятельность российских правоохранителей по расследованию таких преступлений, о чем несколько слов дальше. И в-третьих, простите меня, вот Элина Леонидовна блестящий факт провела, я о нем знал, я возмущался тоже этим. Вы что думаете, они не помнят, что мы были членами Нюрнбергского процесса? Они прекрасно помнят. Они прекрасно помнят о роли Руденко, о роли Ионченко, да? Они все это прекрасно помнят. Но мы теряем в этой части, к сожалению, плохо ли, хорошо, теряем свой международный авторитет даже в этой маленькой части. Хотите несколько примеров? От чуть древних до более свежих. Известные всем. Дело гражданки Украины Савченко. Наводило минометные обстрелы, погибли наши журналисты, погибли наши люди. С точки зрения международного права Женевских конвенций, это грубое нарушение Женевских конвенций в условиях вооруженного конфликта, не международного характера. Военное преступление. Внимание. Квалифицированные действия по целой куче статей об общеуголовных преступлениях в УК РФ. Ну, самые тяжелые, 105-е. Ну, прагматики скажут. Ну, все равно же ее наказали, приговорили к 20 годам. Коллеги, где банальное убийство, которые совершаются там, а где международное преступление? Да, есть, наверное, разница? И отношение, соответственно, к этому героиню Украины, ну, кого-то там грохнуло, простите в кавычках, амнистировали. Или международная преступница? Может быть, даже какие-то другие вопросы были. Второй вопрос. Сирия. Второй пример Сирия. Помните эпизод, сбитый наш Су-24 в 15-м году, да? Летчика расстреляли в воздухе, катапультировавшегося одного командира экипажа. Ох, как долго мы рядили. Ох, как долго думали наши правоохранители, что делать. И только после большого гав, прозвучавшего со стороны, в том числе научной общественности, внимание, было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 105-й убийства. Налицо военное преступление. Ну, нет у нас в уголовном кодексе этих составов, которые позволяют. Ну, нету пока. Третий пример. Тут исполняется некая дата, круглая. Исполнилась причина. Андрея Стенина, помнят, на территории Донецкой Республики первый журналист наш, российский, погибший. Расстреляли колонну с гражданскими лицами. Десять автомобилей были разбиты. Единицы спаслись. В том числе Стенин погиб, снимавший все это. Внимание. Есть дело. Расследуем. Честь и хвала Следственному комитету. Какая статья УК? 105-я. Убийство способом, опасным для жизни многих. Коллеги, международное преступление. В какой-то момент это начинает доходить. Но здесь другая крайность. Вот тут я процитирую. Около 19 часов 30 минут 29 июня 2020 года, совсем недавно, украинские силовики с применением вооружения боевой машины пехоты 2 обстреляли не являющиеся военными целями объедки гражданской инфраструктуры в поселке Фрунзе Славяно-Сербского района Луганской области. В результате чего мерный житель 98-го года рождения получил сколочное ранение. По данному факту, Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации по части 1 статьи 356. Юристы знают, может быть, обратят внимание. Часть 1 статьи 356 под своей конструкцией, внимание, допустимо применять для квалификации только преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта А и Б международного характера. Это что же получается? Российская Федерация не принимает участие вооруженными силами в Донбассе, да? Наши юристы-правоведы, даже не правоведы, а правоприменители лихо на повороте делают. Я вам приведу один исторический факт, соответствующий практически этому. Люди зрелые, здесь взрослые, все помнят. Помните? Студентам советую посмотреть. Было на территории нашей страны такое образование, которое лихо называли Чеченская Республика Ичкерия. Это Первая Чеченская война, да? Одной из проблем взаимодействия с Чеченской Республикой Ичкерия было то, что там прятались наши преступники. Все. В один момент Генеральная прокуратура Российской Федерации, внимание, заключилась Генеральной прокуратурой Чеченской Республики Ичкерия, соглашение о взаимной правовой помощи по голодным делам. Два ведомства. Ну, вроде бы ведомства, да ничего, ради бога. Подписали под эгидой того, что вот нам будут помогать, мы, наконец, всех преступников чечне сварим. Не думая о том, что есть международное право, что Чеченская Республика Ичкерия не являлась субъектом. И вообще договоры о взаимной правовой помощи, это договоры более высокорезные. Что произошло? Дудаев был такой президент и другие. И именно этим соглашением, причем его оригиналом, возили в ПАСЕ и говорили, а Чечня, Чеченская Республика Ичкерия, субъект международного права. А вот вам первое доказательство, подписанное Российской Федерацией. Что мы делаем, дорогие коллеги? Происходит то, что из-за отсутствия в уголовном законодательстве, как минимум нормального регулирования Женевского права, ГАХского права, мы попадаем, фактически унижаем свою страну. И вот тут я... Небольшое завершение, когда писал, я думал, как закончить. Актуальная проблема. Остается актуальной много лет. Это актуально, знаете, чем обусловлено? После этого вывода я короткий пример приведу и в общем до оценку. К сожалению, к Нюрленбергским принципам, к уставу Нюрленбергского трибунала, к приговорам. Многие, не только в России, но и в других странах относятся, как порой к родителям относятся неразумные дети. Вспоминая их лишь по поводу юбилеев и по поводу каких-то событий семейных. Либо, когда бегут за помощью к родителям. Вот и мы иногда обращаемся. По большому счету, обращение к этим документам должно быть системным и постоянным, о чем свидетельствуют находки наших поисковиков. И вот здесь, конечно, может быть, не в этой даже аудитории, но хотя я считаю, я должен это сказать, это мой долг, ну, как человека. Я попытался, переготовясь к сегодняшнему выступлению, найти решение Соледского районного суда. Нет его. Я понимаю объяснение, потому что оно не вступило пока в законную силу. И, как на сайте суда указано, может быть апелляционно обжаловано, если кто-то хочет. Я преклоняюсь перед трудом, перед трудами отсутствующего сегодня Александра Григорьевича Звягинсова, который Нюрненбергскому трибуналу посвящил долгие годы жизни. Я преклоняюсь перед поисковиками и тем проектом, который делается. Я не просто... Это не вынужденное. Моя семья, мой родной дядя, его кости истлели в Польше при освобождении Варшавы. Погиб. Моих родителей уже нет. Но, прочитав извещение, которое содержит, по всей видимости, эту выдержку из судебного решения, как юрист, во мне содрогнулось все, что только можно. На шаг назад, помните, Нюрненбергские принципы провозгласили, есть военные преступления, есть преступления против человечности. Признан факт. Там написано. Вот те события, связанные с жертвами 2600 советских граждан. Внимание. Цитата. Признать военными преступлениями против человечности. Один вопрос. Как серьезно юристы, которые знают международное право, прочитают это. У меня такое впечатление, что судья, который выносил, и кто ему помогал, там есть еще пара таких моментов, он просто не знает, что такое международное уголовное право, а Нюрненбергские принципы он только воспринял на слух, не более того. И именно поэтому, и сегодня здесь присутствует, и то, что сказал в начале Геннадий Петрович, я искренне рад, и большие мы труды приложили, чтобы мы открыли у нас магистратуру, и ребята здесь, обучающие знают, перед ними стоят цели. Вот они должны владеть вот этими материями в конце обучения, как специалисты, и то, что они сегодня услышали немножечко об английской доктрине, и то, что будет изучать другие вопросы, это поможет нам, а, устранить пробельность родного законодательства, вовремя сделать, поднять престиж Российской Федерации, и правильно оценивать грамотно, безусловно, здесь преступления, те труды, которые предпринимаются по восстановлению, по сохранению нашей исторической памяти. И теперь краткое, то, что вы мне сказали. Уважаемые коллеги, от своего имени, от имени факультета, от имени института, наверное, от имени Ассоциации юристов России, представители которых здесь сегодня. Мы искренне признательны тем, что наша площадка стала, во-первых, площадкой этого круглого стола. Мы искренне признательны вам за то, что вы приехали, за то, что вы послушали. Пусть не были сегодня заданы вопросы, но те, кто выступали, я вот явно вижу, и по своим студенткам, и по другим, зародили, забросили ту искру, которая, я надеюсь, не погаснет еще долгие годы, и мы с вами, если доживем, встретимся, и, может быть, по-другому посмотрим на события, которые происходят, уже с вершин сделанного на очередных юбилеях Юренбергского трибунала, и будем хранить эту память, ибо в той жестокой войне в земли не только нашего государства, но и в земли всей Европы и Дальнего Востока полили наши еды. У меня, например, дядя. У кого-то более дальние родственники, у кого-то более близкие. Мы это должны помнить. Это наша обязанность. Спасибо вам всем. Я думаю, что лучше вас, Александр Григорьевич, уже и не скажешь. Спасибо большое за внимание. Спасибо.